МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай ещё разук, а? Почти завела, Серёга. А ты хорошо устроился. Я тебя сколько уже толкаю? Метров триста. Правильно, конечно. Зачем на бензин тратиться, если оно всё равно бесплатно докатит? Да? Серёга, ну не острей, а? Только посильнее разгони. Давай, посильнее. А, Серёга, ну давай. Ну давай, давай. Эй, мужик, на самокате не пробовал? Вот она, красавица! А мы-то её по стоянкам искали. Руки убери. Миш, номер запиши. Тристо двадцать восемь хум. Миша, номер запиши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Слушай, ну, ты когда-нибудь так нарвешься? Расслабься, Миша. Пусть эти орлы спасибо скажут, что я не доставил их с тобой машинами меняться. А, вот, да. Да, 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 все, да. Ага, второй подъезд. Ну, спасибо, что подбросил. Подбросил. Я с тебя навстречу опоздал. Из-за меня? Это я заглох. Это меня полчаса толкали, завести не могли. А? Ладно, иди балаболкой. Ходите открыто. Здравствуйте. А вы что, так всем и открываете? Даже не спросите, кто пришел. А у меня нечего красть. А вот это так не бывает. Сейчас поищу. Вот увидите, обязательно что-нибудь найду. А вы пришли по поводу Виктора? Я позвонил в школу. Мне сказали, что лучше всего к вам зайти. Да, ну вот я приготовила, смотрите. Через две недели после выпускного я попала в аварию и больше не работала в школе. Они мои последние, любимые. Мы сейчас встречаемся. Они приходят ко мне, звонят. Очень дружный класс был. Кира Васильевна, скажите, пожалуйста, с кем общался Виктор после возвращения? А после какого возвращения? Из Тюмени. А Виктор никуда не уезжал. Он все время жил здесь, в соседнем доме. Кира Васильевна, мы, по-моему, говорим о разных Викторах. Я имею в виду Запашного. Запашного? Я думала, что вы пришли по поводу убийства Юдашева Виктора. И когда у нас убили Юдашева? Утром 20-го. А при чем здесь Запашный? А его тоже убили. С 19-го на 20-е. Интересно. Скажите, а за Пашностью Юдашевым общались после школы? Вы уверены? Интересно. Даже Виктор тоже убит. Здорово. 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 Давай. Ну, какой ты стал, а? Какой ты стал? Встретил бы, не узнал. Бизнес? Всяко бывает. Понятно. Катя! Здравствуйте. Здравствуйте. Одноклассник мой. Тоже Виктор. Очень приятно. Очень приятно. Катя, давай нам водки. Ведь у нас нет водки. Значит, сходи и купи, да? Проходи. Давай. Давай. Стучаться надо. Ой, извини, Вить. Я не знала. Я просто подумала, что... Ну, я сам открою. Я сам открою. Выйди отсюда. Выйди отсюда. А он даже не спрашивал. Вроде как бы предлагает, но так, что вариантов нет. Нам нужна ваша помощь. И все. Откажись, склады сожгут. Или... В общем, отказаться я не могу. А соглашаться не будешь? Нет. Витек, я не знаю, что делать. Вот пришел сдаваться. Ну, ты сам понимаешь. Не ко всякому пойдешь. Ты, я слышал, начальником каким-то в милиции. Может, посоветуй, что? Да, стукачей у нас сейчас хватает. Молодец, что ко мне пришел. Молодец. Русский сувенир, говоришь? Ну? Ну, посмотрим, что у них там за сувенир. А мне-то что делать? Ничего. Пару дней у тебя, я думаю, есть. Сам не звони. Позвонят? Спрашиваешь. Задаешь вопросы. Уточняешь. Понимаешь, надо, чтобы они подумали, что ты... готов принять их предложение. Ну, ты все понял? Да. Ну вот, делай, как я сказал. И главное, не дрейвь. Ну все, пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Вы получили мое письмо. Я проанализировал информацию, которая ко мне поступила относительно одной компьютерной фирмы, с которой вы сотрудничаете. Знаете, там не все чисто. У вас еще что-то? Ну, это, конечно, догадки пока, но я же в любой момент могу обратиться к сослуживцам с просьбой выяснить, что вывозит данная фирма самолетом в Германию. Я пришлю человека. Исключено. Деньги принесете лично вы, иначе встреча не состоится. Что вас смущает, Михаил Борисович? Где и когда? Я рад, что мы нашли общий язык. Кстати, разговор наш записан. Так что, если что, эта кассета... Ну, не буду морочить вам голову. Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Ну, что ты пытаешься изобразить? Почтение, уважение? А почему улыбка не искренняя? Ты меня по жизни уважаешь? Или по инструкции? Еще раз увижу неискреннюю улыбку, уволил. Шутка. Он хочет встретиться лично. Без посредников. Сегодня ночью в штабном вагоне. И что ты предлагаешь? Давай как-нибудь без твоих пуков обойдемся. Есть поговорка, знаешь... Антон Сергеевич. Если вовремя не пукнуть, можно обделаться. Шутка. А может, закроем этот русский сувенир? Что он нам дает? Полтора процента. Да не в этом дело. Вне штурма уже потеряли. Теперь вот русский сувенир. Потом еще что-нибудь. Так годика через два мы... Только с этим офисом и останемся. И то навряд. Нет, русский сувенир закрывать нельзя. Он вписан в систему. Одно звено уберешь, все... Вся схема поползет. А кто у нас занимается системой безопасности? Ты чего ко мне пришел? Да так. Водички на халяву попить. Иди, мне надо работать. Ну, значит, договорились? Я ни о чем с тобой не договаривался. Ты сам думай, что делать. У меня без тебя хлопот. Вот. Хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эксперты, Эксперты зови. Товарищ волковник, экстр, сейчас будет. Что ненавижу убийцы насильников? Для них нет понятия трудовой кодекс. С днем и ночью, и днем и ночью без выходных. Что за мужик? Документы есть какие? Этот мужик мой зам. Витя Запашный. Извини. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А может, он с агентом встречался? Исключено. Я бы об этом знал. Точно? Как тебе все строго. А может, какая-нибудь срочная встреча? Это не срочная. Запашный еще вчера днем взял ключ от вагона. Угу. Что остается? Встреча была заранее запланирована, но не по работе. Значит, что-то личное. Женщина. Точно. Женщина-маньяк мочит мужиков в вагонах. Возможно, бывшая проводница. А может, просто ненавидит поезда, как вид транспорта. Почему? О! Ее в детстве отчим в поезде изнасиловал. Сергей Иванович, ты бы хотя бы подождал, пока тело вынесут, потом острил. Ну, хорошо, давай по-серьезному. Ты можешь сказать, что за встреча была у твоего зама вчера ночью в этом вагоне? Основательная, долгая. Выпивали. В коньяк убийца подмешал яд, потом основательно прибрал стол и отвалил. С чего ты взял? Окурков нет, а пепла много. Значит, сидели долго. Теперь о способе убийства. Его не били, не стреляли. Остается яд. Ну, это понятно. А почему в коньяке? Сидели долго. Я думаю, что это была какая-то деловая встреча. А что мужики пьют на деловых встречах? Конечно, коньяк. Уверен, что мужики. Он точно так мог обсуждать что-то с женщиной. Вот видишь, небольшое напряжение извилин, и ты уже сам склоняешься к тому, что это была женщина-маньяк. Тебя могила исправит. Передай мне все дела, которыми занялся лично Виктор Запашин. Хоть машину куплю. В смысле? Прочитав все дела, я буду знать имена твоих агентов, а дальше делаю техники, продам кому нужную информацию, съезжу на авторынок. На Мерседес, конечно, не хватит, но для начала возьму что-нибудь попроще. Как тебя люди терпят? Я полчаса поговорил, у меня голова распухла. А это начинает работать мозг. Я понимаю, ощущения непривычные, но это не страшно. Ты хоть когда-нибудь серьезный бываешь? Иногда спах мне Илья. Товарищ подполковник, час назад совершено нападение на квартиру Запашина. Катя, это я, Борис Ефимович. Посмотри на меня. Ты уверена, их было трое? Все трое в масках. Ты не поняла, что они искали? Они говорили что-нибудь? Тебя они о чем-нибудь спрашивали? Про тайник. Спросили, есть ли в квартире тайник? У нас нет никакого тайника. Видите, все кассеты в столе хранят. Они искали какую-то кассету? Да. Екатерина, как вас по отчеству можно просто Катя? Катя, вы не можете вспомнить, они прослушивали кассеты, которые нашли в столе? Да. А они ушли сразу после этого или еще искали? Еще искали. На кухне, а потом еще в прихожей. А как вы думаете, они нашли кассету? Они сказали, что еще придут, скоро вернутся. Не вернутся. Они больше сюда никогда не придут. Ой, подождите, подождите, а где Витя? А? Он же сказал, что задержится и обещал позвонить, но почему-то даже не перезвонил. Ничего не нашли? Ничего. 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 Борис Ефимович, можно задать один простой вопрос? Почему эти трое орлов могли подумать, что кассету с какой-то важной информацией твой зам мог хранить дома? У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Вижу, что есть. Хреновы это мысли, Сергей Иванович. У меня тоже так себе. Заказуха. Сто процентов. Девятая. И по всем большой кукиш. Отлично работали. Это портрет киллера, совершившего три часа назад убийство бизнесмена Юдашева. В данный момент проверяем по картотеке и организуем мероприятие по задержанию предполагаемого убийцы. Не понял. Товарищ полковник, перед вами портрет киллера. Киллер это наемный убийца, совершивший три часа назад убийство бизнесмена. Бизнесмен это человек, который занимается бизнесом. Бизнес... Стоп, хватит. Ну, давай, колись, как на киллера вышли. Как вы недавно сказали, отлично работаем. Совершенно с вами согласен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Руководство не хочет рисковать. Вдруг язык развяжется. Правда, он почти ничего не знает, но... Мало ли. Сейчас он в городском ИВС утром перевозит в следственный изолятор. Заявку туда уже поступило. Где и как, сам решай. Не мне тебя учить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления. Убирать мусор? Я попозже позвоню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я по поводу объявления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Косметика? Извините. А сколько платят? Ого. Ну, я завтра с утра и подъеду. Да. Да. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Это мое объявление. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Станция Вечкуновка, Бердского направления, деревня, дом номер 8, сегодня 7. Дальнейшая инструкция у двери дома справа. В конверте доказательства, что это не розыгрыш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, как он вам? Нормально. Что такое? Что-то не так? У него есть какая-то спецподготовка. Да нет никакой. Армия, школа, милиция. В уссурийске в ментовке работал. Потом погнали. Кого-то не того пострелил. А на самом деле есть. Простых оперов таким приемом не учат. Ну, может быть, армия или какая-нибудь секция? Это не армия и не секция. Это спецкомплекс Дельта. Большой, он мент. Я нутром чую. Ты тоже мент. Бывший. И я бывший. И быня. Он не бывший. Счастливчик. Ну-ка, объясни нам, откуда ты знаешь спецкомплекс Дельта? У меня брат боевой пловец. Сначала морпехом в Севастополе. Потом в Эмпеле. Когда в отпуск приезжал, мы вместе в паре стояли. Можешь проверить? Можешь проверить? Ты же что тут делаешь? Жду, когда поминки закончатся. Уже дождался? Только не говори мне, что ты хочешь сейчас ее допрашивать. Да что ты? Просто поговорю. Сергей Иванович, ты что, идиот? Она сегодня мужа похоронила. Так, мы как с тобой договорились? Пока она мужа не похоронит, я ее не трогаю. Мужа она еще днем похоронила. Скажи спасибо, что я на поминки не пришел. Так, мы с тобой по дороге поговорим. Борис Иванович, ну дело стоит, ну. Ну все будет нормально. Ну что, я не понимаю? Все будет нормально. Здрасте. Я к Кате, к Екатерине Запашиной. Катя, к вам гости. Здравствуйте. Добрый день. Иванов, следователь, я был у вас, когда напали на вашу квартиру. Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время, но я буквально на пять минут. Вы меня извините, а мы не могли бы в другой раз поговорить? Может быть, через пару дней? Конечно, конечно. Сейчас всего пара вопросов, а более обстоятельно мы поговорим через несколько дней. Мужчина, у вас есть совесть? Если бы у меня не было совести, я бы тут не стоял. Кать, давайте зайдем в комнату, чтобы нам никто не мешал. Может, случайно услышали разговор по телефону? Или записку в кармане нашли? Вы знаете, я никогда не проверяла карманы мужа и не подслушивала его телефонные разговоры. Да вы не обижайтесь, я же говорю случайно. Или кто его спрашивал, искал. Понимаете, в этом деле важна каждая деталь, каждая мелочь. Вы же сами хотите, чтобы я нашел убийцу вашего мужа. И в этом вы можете помочь, очень сильно помочь. Я не знаю, поможет ли это, но примерно за два дня до Витиной смерти приходил его одноклассник. Так, а откуда вы поняли, что это одноклассник? Муж вам сам сказал? Ну, я точно знаю, что это был одноклассник, потому что я знаю, когда Витя мне врет. То есть, я хотела сказать, когда он мне врал. А раньше вы видели этого одноклассника? Нет. Может, на фотографиях, на школьных, на выпускной? Нет, потому что Витя, он никогда не хранил школьные фотографии. А если я вам их покажу? Вы узнаете этого человека? Я думаю, что да. Здравствуйте. А вы что, так всем не открываете? Даже не спросите, кто пришел. А у меня нечего красть. А вот это так не бывает. Сейчас поищем. Вот уйти обязательно что-нибудь найду. Вы пришли по поводу Виктора? Я позвонил в школу. Мне сказали, что лучше всего к вам зайти. Да, ну вот я приготовила, смотрите. Через две недели после выпускного я попала в аварию и больше не работала в школе. Они мои последние, любимые. Мы сейчас встречаемся. Они приходят ко мне, звонят. Очень дружный класс был. Кира Васильевна, скажите, пожалуйста, с кем общался Виктор после возвращения? А после какого возвращения? Из Тюмени. А Виктор никуда не уезжал. Он все время жил здесь, в соседнем доме. Кира Васильевна, мы, по-моему, говорим о разных Викторах. Я имею в виду Запашного. Запашного? Я думала, что вы пришли по поводу убийства Юдашева, Виктора. И когда у нас убили Юдашева? Утром двадцатого. А при чем здесь Запашный? А его тоже убили. С девятнадцатого на двадцатый. Интересно. Скажите, а Запашный с Юдашевым общались после школы? Вы уверены? Они в школе-то не очень общались. Интересно. Даже Виктор. Тоже убит. Вот, взгляните. Вот он. И вот. Угу. Спасибо. Вы нам очень помогли. Если у вас еще будет какая-нибудь информация, обязательно звоните. Вот моя визитка. До свидания. Ой, вот только не надо, не надо, не надо при моем появлении изображать бурную деятельность. Да у меня это вот сломался. Ну, ты бы встал хотя бы, когда с начальством разговариваешь. Я встаю. Ну, так вставай. Когда с начальством разговариваю. А я теперь твое начальство. Ну, так что же ты? Вставай, вставай. Тебя за язык никто не тянул. Какое-то стать это мое начальство. Объясняю. Убийство майора Запашного оказалось очень серьезным делом. Ну, что, впрочем, неудивительно. Специалист моего уровня не может заниматься всякой фигней. Слушай, давай ближе к делу, а? Миш, давай сразу договоримся. Есть начальники, которые готовы поддерживать панибратские отношения со своими подчиненными. Я из других. Я намерен держать дистанцию. Так. Короче, или ты перестанешь выпендриваться, или ты будешь держать дистанцию в другом месте. На чем я закончил? На том, что ты гений. Да. Я блестяще доказал связь этого дела с убийством бизнесмена Юдашева. Я был неподражаем. Мегре, Коломбо, Шерл Холмс. Не будем этого касаться. В общем, эти два дела объединили. Мне предложили возглавить объединенную следственную группу и взять еще одного какого-нибудь следователя. Ну так, для укрепления. Я предложил тебя. Ух. Да... Возражений не было. Мне что, заняться нечем? У меня шесть дел. Ты че... Ты... Да не надо. Ну мы же друзья. Друзья должны помогать друг другу. Ух. Я тебе как-нибудь пришибу. Ну. Ты мне вот что объясни. Почему твоего киллера вывели из изолятора еще до приезда машины? Мы думали над этим вопросом. Вариантов два. Либо это случайное стечение обстоятельств, либо его специально под пулю подставили. Всего два? А как насчет того, что душно стало, решил проветриться или отлить под дерево? А может он решил поймать тачку и рвануть в казино? Валя, как тебе такие варианты? По-моему, сомнительные. Я тоже так думаю. Как ты сказал, мы думали над этим вопросом? Мужики, давайте не будем щеки надувать. Мы же не в совете министров. И кто и не надувает. Товарищ начальник, у меня еще одно предложение. Давайте не будем болтать. А? Предложение принимается. Итак, что мы на сегодня имеем? Значит так. Президент компьютерной фирмы Аэлита Виктор Юдашев встречается со своим одноклассником, бывшим замначальником по борьбе с организованной преступностью за Пашным. При этом на его квартиру устраивается налет, чтобы найти какую-то магнитофонную запись. По невероятному стечению обстоятельств удается содержать киллера, который убил Юдашева. Не согласен. Это называется грамотно организованное оперативное действие. Этого киллера убивают на пороге изолятора временного содержания. Этого три убийства за три дня. Поздравляю, господа. При таких темпах через пару месяцев мы попадем в книгу рекордов Гиннесса. Так, Миш, ты занимаешься фирмой Юдашева. Связи, контакты, проблемы. Я работаю по убийству Запашного. О, а это кто? Новенький. Это, между прочим, хозяин кабинета. Вот. Вот берите пример. Хозяин кабинета. При этом полковник. Сел на задворках, не выпячивается. Сейчас ходит, принесет нам пиво с бутербродами. Туда? Ну, за малом. Андрей, слушай, что это такое вот это? А? Хрен его знает. Уроды. Пепельница это. Пепельница. Пепельница. Шоколадная? Я так понимаю, у Юдашева были какие-то проблемы по бизнесу или так, по жизни. И он вспомнил, что у него одноклассник в милиции. Пришел, поделился. Тот, в свою очередь, узнав какую-то важную информацию, решил ею торгануть. Для подстраховки сделал магнитофонную запись. Назначил кому-то встречу. Хорошая версия. Плохая. Что это за информация такая, если из-за нее уже три человека на том свете? Ну, даже если киллера за полчеловека считать, все равно два с половиной. Как ты думаешь, они нашли кассету? Вдова Юдашева уверяет, что нет. По крайней мере, в квартире. Судя по всему, за этим стоят серьезные люди. Спасибо, что сказал. Я попробую тебе помочь. Ага. То есть я так понимаю, что до этих пор ты думал, помочь или помешать. И все-таки решил помочь. Спасибо, Андрюха. То, что я тебе сейчас скажу, ты должен будешь сразу забыть. Да я обычно так и делаю. У нас есть свой человек в мобильной опергруппе. Красиво звучит. Как ты понимаешь, там нет уголовников. Это бывшая милиция, ФСБ или бывшие военные. Ну, из наших вот таких, как наших спецслужб. Ага. Это очень высокий уровень. А тут два-три шага. Наверх до тех, кто управляет всей этой махиной. Поздравляю. Как вы этого добились? Повезло с парнем. Помнишь? Раздолбай Беркутова. А кто же его не помнит? Вместе с ним мы внедрили еще одного человечка на самый нижний уровень. Беркутов прокололся, а этот пошел наверх. Не без нашей, конечно, помощи, но тоже молодец. А почему ты думаешь, что этот парень может помочь в этом деле? А кто тебе сказал, что он поможет? Попробует помочь? А, понял. Решил похвастаться крутым агентом? Понимаю. Продолжение следует... 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 Ну, естественно. Катюша, я... Я вас очень-очень-очень ценю по работе. Скушай, ягодка моя. Борис Андреевич, я вас прошу, уже поздно вам пора домой, жена волнуется. Мы с ней абсолютно чужие люди. Катюша, дайте мне вашу руку. Господи, зачем вам моя рука, Борис Андреевич? Я вам погадаю на то, что время лечит все раны. А любовь, Катюша, и вообще, не бойся меня. Борис Андреевич, вы собираетесь домой или нет уже, а? Нет. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Ты куда? Я скоро вернусь. А-а-а. Алло, здравствуйте. А будьте добры, Борис Ефимовича. А это же вдова его заместителя. Да, это Катя. Извините. До свидания. Катюша, я уже по тебе соскучился. А-а-а. Здравствуйте. Это Сергей Иванович? Это он. Это Катя Запашная вас беспокоит. Вы извините, у меня проблемы. Вы не могли бы сейчас ко мне подъехать? Нет, это хорошо, что вы мне позвонили. А адрес? А, я помню. Пусть подругу позовет. Ага, спасибо. Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста, но я правда не знаю, что мне делать. Он сидит, пьет и не собирается уходить. Сейчас он уйдет. Вы дверь не закрывайте. Представьтесь, пожалуйста. А ты кто такой? Представляюсь. Старший следователь по особо важным делам городской транспортной прокуратуры Сергей Иванов. Расследует дело по убийству мужа Екатерины Валентинны. Ну, а что? Через несколько дней после убийства вы пришли в квартиру потерпевшей. А, как известно, преступник всегда возвращается на место преступления. Поэтому я легко могу включить вас в список подозреваемых, причем под номером 1. Логично? Почему? Согласно секретной директиве 3214 о координации действий между прокуратурой и спецслужбами, подозреваемых под номером 1 разрешено мочить при попытке к бегству. Вы знакомы с директивой 3214? А бегать умеете? Чего? Бегать умеешь? Да. Молодец. Беркут! Беркут, Беркут! Я пингвин. Срочно требуется специалист по ликвидации. Пингвин, пингвин. Я Беркут. Ликвидатор прибыл. Ну что, Катенька, нам лучше пройти на кухню. Я не понял, в чем дело? А до клиента? Господа, господа. Мочить при попытке к бегству? Ну, естественно, номер 3. Я не понял, в чем дело? Господа, господа, пожалуйста. Беги. На горычках. Барк, Барк! Серега, он уходит! Ушел, Гарь! Барк! Давай к окну! А это что за фигня? Ракушки? Это мидии. Что, их идёт? Ну, нельзя же так. Ну, я даже не знаю, просто как вам всё это объяснить, если вы сами этого не понимаете. Ну, неужели непонятно, нельзя так человека пугать, кем бы он ни был? Ну, вы же сами хотели, чтобы он ушёл. Да он бы и так ушёл. Зачем это нужно было всё устраивать с этим пистолетом? Вообще, я не знаю, если вы сами не понимаете, я не знаю. А я его предупреждал. Кать, ну, он такой пьяный был, он завтра ничего не вспомнит. Послушайте, не в этом дело, вы что, не понимаете? Если бы я знала, что вы здесь оба устроите, я бы вам никогда не позвонила. Чё будем с трофеями делать? А это поможет нам примириться. Да, Кать? Нет. Как свидетель, вы обязаны ответить мне ещё на пару вопросов. По закону вы обязаны это сделать. А вы не могли бы задать свои вопросы в прокуратуре? Это затянет средствия. Ммм. Ничего, соус. Скажите, среди знакомых вашего мужа есть люди, у которых есть гаражи, дачи, дома в деревне? Ну, в общем, те места, где ваш муж мог спрятать кассету и желательно без ведома хозяина. У Вити не было друзей. Что, вообще не было? Практически нет. Так какие-то знакомые и приятели, да и то. А может, на работе в ногу? Да искали, на работе и дома всё перерыли. Вот ты бы где спрятал? В туалете. В сливном бачке. Или под линолеумом. Дырку выдолбил бы. Твою бы мы нашли. Послушайте, а вы не могли бы поговорить в каком-нибудь другом месте? Екатерина Валентиновна, вы на допросе, ведите себя подобающе. Да. Искали мы её в сливном бачке и пол весь перерыли. А на потолке? Не беспокойтесь, я так. Аккуратнее, я вас прошу. Видишь, как она обо мне волнуется? Это она обо мне волнуется. Если ты со стола грохнешься, я же за тебя волноваться буду. Да, Кать? Ну, чего? Чего-чего? Ничего. Точно? Точно. Чёрт. Ну, я знаю, где она. Я думаю, она или в сливном бачке, или у тебя в кармане. Спасибо, друг. Знаешь, я всегда мечтал, чтобы у меня был такой же умный друг. Как у тебя. Кать, это вы знаете, почему он такой довольный сидит? Это потому, что ему первый раз удалось меня разыграть. Скажите, это та самая кассета, которую они искали? Да, Кать. Я думаю, это именно та самая кассета. Будет удача, Жека, ты знаешь, не может иначе быть. Следователь Чеботаевской транспортной прокуратуры Иванов ведёт дело об убийствах бывшего работника милиции Запашного и президента компьютерной фирмы Юдашева. Задержанный киллер убит снайпером на пороге изолятора временного содержания. На квартиру Запашного совершён налёт. Преступники искали магнитофонную кассету. В банду, которая действует под вывеской охранного предприятия, внедрён агент милиции Рокотов. Оперуполномоченный Беркутов находит в квартире Запашного кассету с записью его разговора с Юдашевым. Оперуполномоченный Беркутов Где-то месяц назад был на собрании Союза предпринимателей. Ко мне подошёл некто Прясло. Предложил сотрудничество на очень выгодных условиях. Для тех, кто не понял, это голос господина Юдашева. А теперь информация к размышлению. Прясло Михаил Борисович, слушайте... Ну по порядку, Валя. Прясло Михаил Борисович, 1951 года рождения. Судим в 1971 по статье 92 пункт 3 на Росудом Левобережного района. Приговорен к трём годам лишения свободы. В колонии имел кличку «Зять». Ныне президент фирмы «Русский сувенир». Прям герой нашего времени. Хоть сейчас, Роман, пиши. Через пару дней мы встретились в ресторане. Прясло сообщил, что у некой фирмы, с которой он сотрудничает, якобы возникли трудности с реализацией компьютеров. А вот что за фирма, это он не сказал. «Русский сувенир», образовавшись около года назад, сразу же заключил договор с фирмой «Ньюсервис». Договор на поставку русскому сувениру 5000 тонн николесодержащего лома нержавеющей стали. Что касается компьютеров, русский сувенир никогда ими не занимался. «Информация к размышлению» номер 3. Давай, Миша. Ты знаешь, сколько стоит минута моего времени? Почти 40 копеек. Я тебе на деньги поставлю. О деньгах. Общая сумма сделки между русским сувениром и «Ньюсервисом» 300 тысяч евро. Значит, тонна никольсодержащего лома стоит порядка 600 евро. Цены, конечно, абсурдные, но речь даже не об этом. Начнем с того, что лом в Германию доставляют фурами. Считаем. Зарплата водителям, расход горючего, командировочные, накладные расходы, таможенные пошлины. И получается, что ребята работают себе в убыток. Те, кто говорит, что у нас не осталось бескорыстных людей, злопыхатели. Враги свободной России. Подходите ко мне. Возьмите телефон Михаила Борисовича Прясла. Просто человек-бессеребренник. Я не опоздал? Да нет, все в порядке. Почему о том, что твою контору трясут, я узнаю случайно. От посторонних людей. Да никто не трясет. Обычная налоговая проверка. У нас все часы, нам бояться нечего. Внеплановая проверка, заметь. Внеплановая. Заметь проверка. Внеплановая. Заметь внеплановая проверка. Наш инспектор пошел на повышение. Пошел с новым, который будет нас курировать. Так сказать, вводил в курс дела. Да он давно у них работает, уже лет пять. Да клянусь, клянусь, все нормально. А если бы что-то было не так, я бы сразу почувствовал бы. Ты точно знаешь, что тебя никто не видел в тот вечер? Абсолютно. А если подумать? Никого не было. В товарнике бомж спал. Что? Что ж ты молчал, идиот? Так я же говорю, спал, пьяный. Ой-ой! Там ничего конкретного. Сейчас. О! Это запасный звонит Михаилу Борисовичу Прясло. Вы получили мое письмо? Я проанализировал информацию, которую получил относительно одной компьютерной фирмы, с которой вы сотрудничаете. Вы знаете, там не все чисто. У вас еще что-то? Это, конечно, догадки, но я в любой момент могу попросить сослуживцев выяснить, что вывозит данная фирма самолетом в Германию. Хорошо. Наш человек готов передать вам требуемую сумму. Исключено. Деньги принесете лично вы, иначе встреча не состоится. Вас что-то смущает, Михаил Борисович? Говорите, где и когда. Я рад, что мы нашли общий язык. Кстати, разговор записан, так что в случае чего эта кассета... Ну, не буду морочить вам голову. А дальше... А дальше они договариваются о встрече в вагоне. Так надо брать этого прясла. За что? Так у нас же кассета. Ну, хорошо, взяли. Я прясла. За что, начальник? Меня, честного фраера, на нары тянешь? У нас есть неопровержимое доказательство о том, что вы договорились о встрече с убитым. У тебя вообще мозги есть? Как можно договариваться о встрече с убитым? Ну, пока живой был, да, договаривались встретиться. Но я потом передумал, не пошел. У меня 20 свидетелей, мы в карты играли. А у нас бомж. Кто у нас? А, тот бомж, который на вокзале, он наставит на своих показаниях. Говорит, что был трезв и готов опознать этого мужчину. Ну, ладно, веди своего бомжа. Только дезодорантом побрызгай. Дезодорант есть с собой? Нет. Ну, купишь. Хорошо. Сергей Иванович, можно я сейчас, пока он еще ходит, а то вечером поздно будет. Давай. Вот такие у нас свидетели. Представляю, как адвокаты обрадуются. А-а-а! А, я палец порезал! Слушай, Владимир, я... Кто дал ему нож? Вадик, зачем ты дал ему нож? Все, здесь у тебя! Все, я отмечу. Господи ты, боже мой! Нет, Владимир, нет. Не могу я с тобой разговаривать, занят я. Сам позже позвоню, все. Бомж какой-то порезал. Когда? Утром еще ходил, пиво клянчил. Информацию мы собирали очень аккуратно. Я думаю, что эти сусорьки пока не догадываются, что мы ими интересуемся. Когда фуры подходят к Брестской таможне? В среду. До среды сидим тихо, как мышки. На границе их тормозим. И если там не металлолом, в чем я почти уверен, я первым иду к господину Прясло и сообщаю ему эту потрясающую новость. А вы с Мишей пока производите выемку документов у Нью-сервиса. На каком основании? Название не нравится, не патриотично. Сережа, я серьезно. Да будут основания. Минут за десять до задержания грузовиков я возбужу против Нью-сервиса уголовное дело и выпишу постановление о проверке документов. Я все-таки не понимаю, при чем тут компьютеры? Слушай, давай сначала с этой аферой разберемся, а потом с компьютерами. Да. Да, понял. Сергеенко звонил. Ну что, он нашел у своего бомжа? Нет у нас больше свидетеля. Это правда, что ты пасешь счастливчика? Мне кажется, я задал вопрос. Я знаю, Рэм был твоим другом. Но теперь вместо Рэма счастливчик. Или вы найдете общий язык, или один из вас уйдет из команды. Ем будешь ты. Я. Да, ты. Че ты на него изъелся? Нормальный пацан. Бенни, он мент. Да, хорош. Большой бы понял. У него нюхну ментов. Тут и странно. Бал! Так. Анда. Бал! Вот он. Бал! Бал! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пошли на улицу! Возьми на улицу! Нет, этого не может быть. Я тоже удивился. По документам металлолома на самом деле 60 тонн чистого никеля. Скажите, а с фирмой Ньюсервис, которая поставляла вам это безобразие, как рассчитывались? Как за металлолом или как за чистый никель? Я пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно посоветоваться с адвокатами. Нужно посмотреть по документам. Вот руководитель новой волны. В документы смотрят только перед тем, как идти на нары. Какие нары? О чем вы говорите? Как вы со мной разговариваете? Почему вы так на меня смотрите? Это я металл воровал? Да я людей убивал. Каких людей? Это для рифмы. Короче, в 10 утра жду вас у себя в кабинете. Дойдете? Не хромаете больше? А что у вас было, перелом? Да нет, Расси же... Приходите. Мой вам совет. Не экономьте на адвокатах. А вот это вот не просто интересно. Это очень интересно. Че, щелкай давай. Он все знает. Все. Даже о том, что я хромал. Меня завтра арестуют. А ты не подумал, почему они не сделали этого сегодня? Тебя просто на понт взяли. Чтобы посмотреть, как ты будешь метаться, куда побежишь. А ты побежал ко мне. Подставил ты меня, Михаил Борисович. Крепко подставил. Хоть бы позвонил. Я хотел. А вдруг телефон прослушивают? А то, что тебя просматривают, ты не допер? Немецкие партнеры предъявили тебе претензии за то, что в предыдущих поставках никеля было менее 8%. Ты наехал на ньюсервис, и вы договорились, что поставите чистый никель в счет задолженности. А документы? Джентльменское соглашение. Устная договоренность. Но это все равно дело подсудное. До суда дело не дойдет. Ты уже в курсе, Антон Сергеевич. В курсе, в курсе. Что, проблем нет, гражданин начальник. Зуб дам, да? В натуре. Кшел вон. Запомнил? Иди, свободен. Как они вообще на никель вышли? Что, через этого уродца? Этого уродца ты мне подкинул? Если они выйдут на основной канал. Не выйду. Документы ньюсервиса у них, значит, они выйдут на комбинат. Значит, так. Канал никеля сворачиваем. Все остальные каналы обрубаем. В том числе. И выход на основной. А с этим что делать? Я сказал его, дело до суда не дойдет. Надо выполнять обещание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил ДimaTorzok. Добавил ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Михаил Борисович! Да вы меня просто присоведуете. Ну, если уж мы с вами встретились, знаете, что я думаю? Давайте не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Ты знаешь, на кого мы с тобой работаем? Нет. Хороший ответ. Правильный. В сферах интересов входят фирмы «Русский сувенир». Они гоняют никель за границей. Сегодня на границе четыре задержанных КамАЗа. Большой. Зачем ты мне это рассказываешь? Прокол с никелем слишком сильно напугал руководство. И срочно затребу на гарбаре. Кто? Киллеры. Чтобы обезглавить следственную группу. Шеф поручил мне встретить двоих из Прибалтики, которые прибывают завтра. Устроить гостиницу и подготовить отход. Двух других с Украины он встретит сам. Мы должны убрать Иванова, а вахлы главного опера от Рынина. Большой. Повторяю свой вопрос. Зачем ты мне все это рассказываешь? Меня зовут Игорь. Игорь Борщов. Мы раньше странены в одной ментовке работали. Хороший мужик. Здесь таких нет. А мы проверили тебя. Сделали запрос в усариск. Все сходится. Даже фото. Ну, я поехал сам и все проверил. У того, по челегенде ты работаешь, оказывается, совсем другое лицо. Но я об этом никому не сказал. Почему? Передай своим. На зону я не пойду. А на воле меня живым не оставит слишком много крови на мне. Может быть, хоть немножко удастся ее смыть. Волына. Клиент. Вопросы? 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 Господи, ну уж волноваться начали Что, вы ли задержали? Продолжение следует... Слушай, что-то я как-то тут не очень получился, а? Одно из двух, или это мои поклонники, или я им просто нравлюсь Как вы объясните, наличие двух пистолетов ТТ и 20 тысяч долларов Это не мое За что вы меня так ненавидите? Мы ведь даже с вами не знакомы Никто никого не хотел убивать Пошел Ну что, взяли моих, поем за твоими? Тебя когда замочить должны? Вечером сегодня, в подъезде Я так думаю, что мы их там с поличными и возьмем А стоит так рисковать из-за денег? Причем тут деньги? Если возьмешь с поличными, дадут премию Только не надо делать вид, что ты об этом не думал Иди, вот это кусок Субтитры делал DimaTorzok 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 Адвокат ДimaTorzok 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 Может быть, все-таки цветы купите? Смотрите, какие они красивые. Да я бы с удовольствием дарить некому. Не может быть. А может, кого-нибудь вспомните? Ну, давайте подумаем. Это слишком коротко. Это слишком длинное. У этой руки волосатые. У этой ноги кривые. У этой характер хуже, чем у моей первой тещи. Это вообще в носу ковыряется. Знаете, отдайте мне ваш букет. Ну, вот видите, я же говорила, что кого-нибудь вспомните. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Она отказывается открывать. Придется вышибать дверь. Так-то лучше. Да вы проходите. Прошу. А, вот чуть не забыл. Вот. Это мне? Давайте мыслить логически. Нас в квартире двое. Двое? Цветы принес я. Значит, вам. Точно вам. За неоценимую помощь, которую вы оказали следствию, а также за ваши неординарные личные качества. Спасибо. Пройдемте на кухню, пожалуйста. Это то, что вы не допили. А это то, что вы не доели. А это то, что вы не доели. А это то, что вы не доели. Что-то случилось? Более чем Ярый звонил из аэропорта Он летал в Уссурийск Ленять тебе надо Срочно Ярый едет в город встретиться со мной И все расскажет Что расскажет? А нервы у тебя Короче, игры закончились Ярый наверняка привез фотографию Того, за кого ты себя выдаешь Не ту, что в архиве лежит, а настоящую В общем так Завтра утром мы за тобой придем Может быть даже и ночью Время у тебя пока еще есть, но его очень мало Большую Если я чем-то тебя не устраиваю Гони из команды Только не надо прессовать каждый день, ладно? Ну, в общем, я тебя предупредил Бывай Бывай Ну что, стукачок? Мне тоже Мне тоже Ну, как кассета Помогла? Спасибо, да Спасибо, да, очень Ну, вы меня еще о чем-то хотели спросить? А у вас хребушка нет? Катя, я вообще о многом хотел спросить Как начальник не пристает больше? Не пристает Я уволилась Извините Так получается, что я ваш должник Хотите, с работой помогу? Ничего, я сама как-нибудь с этим разберусь Пожалуйста Катя, в чем дело? Я неприятен вам как человек? Нет Я просто жду Когда вы начнете задавать вопросы Вы ведь ради чего-то сюда пришли На ночь глядя Не для того ведь, чтобы покушать Я вам еще цветы подарил Я помню Я только не поняла, зачем вы это сделали Жду вас завтра в восемь вечера У ДК-строитель Зачем? Следственный эксперимент Прошу не опаздывать Я тебе сразу сказал, что он мутный Вот ты его защищал, ты его и кончай Забар Ну вот видишь, как получилось Сам виноват Передай Тройнину Пусть завтра мне позвонит Игорь Борщов Конечно помню Кто нас предупредил о киллерах И ночью, если бы не он Слава богу Не до конца оскотинился Все, меняю работу К чертовой матери Ну что там у нас утра пораньше Познакомься Володя Рокотов Сергей Иванов Очень приятно У нас три новости Так не бывает Обычно бывает Две Хорошая и плохая И спрашивают, с какой начать У нас все хреновые Начинать можно с любой Мобильная опергруппа В которую входил Володя Работала в том числе На фирму Русский сувенир У кого еще? Имена, явки, пароли Не знаю Я там недолго был Плохо работаете Товарищ крутой агент Но неужели трудно запомнить Горшок на окне Значит явка провалена Чего? Иванов у нас такой человек К нему надо привыкнуть Не надо ко мне привыкать Товарищ полковник привык Два дня не видит Ломки начинают Сереж, хватит Ну ладно Что там у нас еще плохого? На Ковельском комбинате Где Ньюсервис Брал никель Вечером был пожар Сгорели все документы И замдиректора по сбыту А директор? Директор Пешко Все дела Вел погибший Концы обрубают Это еще не все Ночью в следственном изоляторе Повесился Михаил Борисович Прясло У него была записка В своей смерти он обвиняет тебя Хе-хе-хе Сиди тихо Не дергайся Следователь Чеботаевской транспортной прокуратуры Иванов Ведет дело об убийствах бывшего милиционера Запашного И президента компьютерной фирмы Юдашева Бандитами также убиты задержанный киллер И свидетель убийства Запашного Следы ведут к Михаилу Прясло Президенту фирмы «Русский сюрприз» При проверке оказывается, что фирма занимается контрабандой никеля Прясло вешается в тюремной камере Иванов отстранен от ведения дела Бандит по кличке Большой Раскрывает внедренного в группировку агента милиции Рокотова Раскрывает внедренного в группировке Раскрывает внедренного в группировке Раскрывает внедренного в группировке Сиди тихо Не дергайся Ну что, мент? Нашел я тебя, от меня не спрячешься Володька! Все? Расковали? Ну наконец-то! Сергей Иванович, вы отстранены от работы По данному факту возбуждено уголовное дело То есть, это я довел прясло до самоубийства? Это выяснит следствие Только не говори, что это твоя квартира А я и не говорю Служебно Здесь наши с агентами встречаются Проверяющих принимают Решили пока пожить Круто! Я буду жить на конспиративной квартире Управления внутренних дел Из которого меня выперли Только об этом Никто не должен знать Обижаешь Как получилось так, что в камере кроме прясла Никого не было? Все мылись У них банный день был День вечером? У них горячая вода только вечером Прясло вернулся с допроса и повесился Под Нарамино на самом платке Это ж надо так изловчиться Да, видать, напрочь я его замучил Ты, похоже, не совсем понимаешь, во что ты вляпался Человек вернулся с допроса и повесился Побоев на теле нет Крови ничего Значит, писал сам, не под воздействием Да, ситуация серьезная Только не надо делать вид, что это тебя огорчает Послушай А может ты сам все это испланировал? Меня сняли Тебя назначили начальником следственной группы Спасибо, друг От тебя не ожидал Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? На твоем месте Вместо того, чтобы острить Я подумал бы, как из этой ситуации выпутаться Вот в этом у нас и разница Ты бы на моем месте еще думал А я уже придумал Рыбка, вон Да, пожалуйста, пожалуйста А что-то Русланечка давно не видно Все Пьянки снова сломал Опять? Слушай, я должен был тебе пятьдесят рублей Сто Хорошо А пряса слишком много знал Вот они и решили убить груза Прясло шрапнуть И мне полноса стукнули Ну они прокололись, Миша Слушай, так тебя же отстранили, а Старик, все нормально Тихо, тихо Ты пей, пей А на самом деле ты не боишься в тюрьму попасть? Нет Когда мне позвонили и сказали, что Прясло хочет сообщить важную информацию Его адвокат был в Москве Причем позвонили вечером Они рассчитывали на то, что я сорвусь как спринтер со старта Но я нашел адвоката И встречался с Прясло в присутствии адвоката И она может подтвердить, что встреча прошла в дружеской атмосфере И что она продолжалась не час, как у них написано в документах А двадцать минут И мне очень интересно, где провел Прясло эти сорок минут Перед тем, как вернулся в камеру Но я об этом пока им не скажу И про адвоката не скажу Пока Слушай, они точно не знают про адвоката? Точно! Иначе они не затеяли бы эту бодягу Они прокололись, Миша Сейчас мы усыпим их бдительность И потом вдарим Разок Но так, чтобы окончательно прибить ЗВОНОК 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 Алло, Борис Ефимович, здравствуйте Это Катя Запашная Здравствуйте, Катя Борис Ефимович, вы знаете, тут ко мне следователь приходил, Иванов из прокуратуры Так Да Дело в том, что Вы знаете, я не очень хочу участвовать ни в каких следственных экспериментах Катерина, о чем вы говорите? Да, это он так сказал Иванов отстранен от ведения дела И ни в какие следственные эксперименты можешь не ходить А за что его отстранили от следствия? Человека до самоубийства довел ваш Иванов Хорошо Я все поняла Счастливо, Катюша Спасибо До свидания Вы не знаете, Максимов приехал? Ну что ж Здрасте Добрый вечер, Катя Замечательно выглядите Спасибо Я пришла только потому, что я обещала вам Но я не буду участвовать ни в каком следственном эксперименте Почему? Потому что вы отстранены от дела и не имеете права его проводить А я и не собирался Но вы же мне сказали, что Я вас обманул Я просто хотел пригласить вас в театр, но боялся, что вы откажетесь Ну а раз уж вы здесь, то может быть Спасибо Нет, я понимаю С одной стороны, известный московский театр Популярные артисты, а с другой Такая неприятная личность Думайте, Катя, думайте Все зависит от вас Ну хорошо Если так нужно для следственного эксперимента Пойдемте Окей Ну хорошо Все зависит от вас Пока Пойдемте Пойдемте Неакли Рад, что ты снова с нами Я не с вами, я против них Вот фирмы С которыми завязан русский сюрприз По бизнесу, по жизни Еще по каким-то делам Не все, конечно, они в деле Но многие из них точно Знаешь, кто стоит за всей этой структурой? Нет Я получал задание от Виктора Веденеева Командир первого при группе Он точно кого-то знает Это он встречал Вторую группу киллеров Кстати, спасибо тебе От меня и от Иванова Если бы ты нас не предупредил Пустая Не знаю Мне как-то неловко за актеров Почему они думают, если провинция, то можно халтурить? Они не думают Это как-то само собой происходит Я, кстати, тоже, когда в командировке езжу Как-то подсознательно расслабляюсь Да, они, наверное, думают, что мы здесь ничего не понимаем И это, и про это не думают Они вообще не думают Вы знаете, как артисты выбирают? Сначала замеряют объем головного мозга И количество извилин Если больше пяти, не берут Шуты не должны думать Этим должны заниматься серьезные люди Такие, как мы с вами Особенно вы Ну, не скромничайте Вы тоже очень серьезный человек Я, кажется, знаю, как вы довели человека до самоубийства Вы с ним просто долго разговаривали Спасибо, дальше не надо Боитесь соседей увидят? Нет, я просто устала и хочу побыть одна Согласен Ко мне нужно привыкать постепенно Понемногу увеличивать дозу общения Когда мы продолжим эксперимент? Я не знаю Давайте так Я разоблачу Одну крупную мафиозную группировку Раскрою пару-тройку заказных убийств И сразу позвоню вам Думаю, что это случится дня через два Вас же отстранили от следствия Точно Ну, тогда это случится еще раньше До свидания Что, крутой агент был? Командир моей опергруппы Большой Чего? Твой большой Даже пытался меня завербовать Володь Я не психолог Я только с ним один раз разговаривал Ну, говори Может быть, я ошибаюсь Но чтобы Большой И нашим, и вашим Мне так показалось Мне тоже Ты уже встал? Не ложился Я на кое-что проверить Помогу? Ну, конечно Я помогу Куда я денусь? От тебя разве Отверстишься? Списки Которые дал Борщев Тринадцать фирм Три из которых компьютерные С них и начали Потихоньку Чтобы его не подставлять А в этом списке есть Компания Успех? Нет Странно Как только прясло Прижали хвост Он сразу же кинулся Господину Полякову А в списке фирм Которым хоть какое-то отношение Имеет Русский сувенир Компании Полякова нет Борщев мог об этом не знать Мог А может Полякову с прясла Связывают Давнешние дружеские связи Что касается выхода На руководство Этой структуры Борщев получал задание От командира Первой опергруппы Веденеева Слежку за ним установили? Три дня назад он пропал В смысле? В смысле собирался ехать к матери В Сызрень До сих пор там не появился ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Может, хоть теперь скажешь, что мы по городу мотались? Пока не могу, извини. Уровень секретности 133. Буквально штирлиц. Ну, это дело я просто. Пока сам не во всем уверен. Ладно, проехали. Алло, привет. А что такое? О чем речь? Конечно, приеду. Только ты мне ничего не объясняй. Просто помогу, я отвалю. Нет, все нормально. Отличное настроение. Но я сказал, приеду. Все, пока. Ладно, не обижайся. Вечером все расскажу. Я вечером не могу. Еще один друг помощи просит. Борщев сказал, что задание он получал от Веденеева. Больше выходов на руководство у нас нет. А Веденеев пропал. Наверное, что-то почувствовал. Залег на дно. Кто еще в группе, мы не знаем. Все хватит. Остается одна зацепка. Водитель, с которым в Веденеи встречал киллеров. Некто Генрих. Бывший капитан спецназа. Будем надеяться, что он что-нибудь знает. Его что, не пасут? Как не пасут? Вон, десятка. Люди тройнена. Но я их беру на себя. Что, балдел, что ли? А что? Я не по делах. Меня от дела отстранили. Тебя вообще из органов поперли. Мы действуем как частные лица. Как беспредельщики мы действуем. Вот что. Жизнь заставит. Черт. Я тут пообещал одной женщине. Что за два дня расправлюсь с этой кодлой. Так что приходится торопиться. Спасибо. Не твое дело. Вот он. Генрих, давай я пойду. Ты пьян. Интересно. Как он поедет? Слушай, сдай-ка назад, а. Слушай, сдай-ка назад. Мужик, ты что, охренел? Мужики, выручайте, тут рядом. Ну, пять минут всего. Ну, пять минут. На, смотри, перед тобой капитан милиции. А перед тобой старший следователь по особо важным делам. Давайте машинку. Слушай, мы на задание, нам такой пистон вставят. Всю ответственность беру на себя. Быстро в машину. А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Мужики, вы вообще знаете, кто я, откуда? А ты в курсе, что при МВД создана группа беспредельщики? Так вот, нам пофиг, кто ты, откуда. Короче, сам пойдешь, и я тебя опять нести. Дим? Дим! 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 А где тройнин? Его не будет. А где он? Вопросы здесь задаю я, а ты на них будешь отвечать. Ты меня внимательно слушаешь. Помнишь, о дороге ты сказал мне? Ярый звонил тебе из аэропорта, и ты сразу ко мне. Помнишь? Когда я приехал, Ярый уже был здесь. Я думал, что меня смущает, а потом понял. Знаешь что? Маленькая неувязочка по времени. Маленькая неувязочка по времени. Либо ты сразу не поехал ко мне, Либо... Либо что? Ты что, меня подозреваешь? Я хочу, чтобы ты развеял мои сомнения. Попробуй развеять мои сомнения! Спрашивай. В каком часу тебе позвонил Ярый? Не ожидал, Володя. Повторяю вопрос. Где может быть Веденеев? Друзья, любовницы? Не знаю. Кто еще входит в состав группы Веденеева? Какой группы? Ну, думай, время у тебя еще есть лет десять. Графа Монте-Кристо читал? Слушай, кончай этот цирк. Я потом вернусь, спалю эту в хату. Отвечаю. Вряд ли. Мертвый спичек не дает. А если кто-нибудь приедет? Все рунги, кроме Миши, в Колыване у тещи. А Мишка дачу терпеть не может. А он знает про этого? Скажем так, если что, он ничего не знает. Да. Да, со мной. Что? Нашли осколок стакана. Под диван закатился. На нем пальчики. Сразу прогнали по картотеке. Андрей Данилов. По кличке Быня. Из группы Борщева. Я позвонил Борщеву. Быня был другом. Этого. Который Володю раскрыл. Адрес есть? Есть. Сейчас поедем. Можно с вами? Нет. Сергей Скобляков, пятый номер. Алексей Кондолинцев, восемнадцатый. Александр Студзинский, десятый. Сергей Перетня, капитан команды, восьмой. И Максим Аутлев, седьмой. Ну вот, вы знаете, я сейчас, по-моему, не вижу и Максима Аутлева. Нет, Аутлев на месте. Значит, в составе Томи пока за мной не вижу. Кто? Энергонадзор. Заходи, открыто. Дверь закрыли, уроды. Дверь закрыли. Стоять! По-моему, я не вижу, у вас нет, Калешина на поле. Нарушают правила против Виталия Калешина. Это очень опасно может быть. Список, который дал Борщов, просто кладезь какой-то. На первый взгляд, небольшие законопослушные конторы. А за каждой есть какой-нибудь криминальный бизнес. Мы пока три проверили, по всем есть результаты. Сколько, ты говоришь, проверили? Три, три. Я говорю, список, который дал Борщов, просто кладезь какой-то. Круто. Ну, я и говорю, круто. Молодец, Миша. Тебя ничего не смущает? Что именно? Список, который дал нам Борщов. Тебе же, Миша, сказал, за каждой из этих фирм стоит криминальный бизнес. А ты уверен, что все они связаны на самом деле с господином Прясло и с его русским сувениром? А что, если кто-то очень умный, проколовшись с Никелем, не только обрубил все выходы на свой остальной бизнес, но и решил устранить конкурентов? Причем нашими руками. Так, давай все по порядку. Давай. Почему мы так доверяем Борщову? Ты забыл, кто предупредил нас о киллерах? Если бы не он... Вот. А теперь давай представим, что киллеров нам подставили специально, чтобы мы поверили Борщову. А потом и всему этому списку. Представил? И вот все становится с ног на голову. Сереж, это всего лишь версия. Согласен. Ну, давай над ней подумаем. Давай. Прямо сейчас. КОНЕЦ Сейчас ты расскажешь то, что знаешь. Добавишь все, о чем только догадываешься, а закончишь тем, о чем только можешь подозревать. Хорошо. Стой! Я слушаю тебя! Слушаю! Стой! Стой! Я ничего не знаю, я простой Владимир Владимирович! Вот, Сереж, 23-го. 23-го, ага. Ну, правильно, все сходится. К тому времени, когда мы взяли КамАЗа на таможне, Рокотов уже неделю работал в опергруппе Борщева. Потом его якобы раскололи, и Борщев передал нам информацию о том, что на нас с тобой готовится покушение. Ты забыл добавить. В том случае, если наше предположение верно. Это понятно. Получается, они уже знали, кто такой Рокотов. И ждали случай, чтобы его использовать. Конечно. Да! Можно? Заходи. Здесь важная информация. Присаживайся. Доставив киллеров в гостиницу, Веденеев поехал домой. Генрих довез его до подъезда, где его уже ждали большой и некто черный. Когда Генрих отъезжал от подъезда, он видел, как Веденеев садился в машину черного. Откуда информация? Из компетентных источников. Продолжение следует... Ну что делать будем? В этой партии мы пока в более выгодной позиции. Мы уже знаем комбинацию соперников, а они о нашей пока не знают. Но если начнем дергаться, пойдем к военным за санкцией, они обо всем узнают и предпримут ответное действие. И нам их уже не достать. К тому же мы не знаем, кого из военных они прикармливают. Ну и что ты предлагаешь? Срочно предпринять какие-нибудь активные действия против пары-тройки фирм из списка Борщева. Арестовать счета, нагрянуть с обыском, чтобы усыпить их бдительность. А вечером взять надежных ребят из ОМОНа и захватить самолет. Что, 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 что сделать? Может, захватить уже подготовленный к вылету самолет. Уверен, что они не вышли на основной канал? Абсолютно. Они вовсю шерстят фирмы, которую им дал Борщев. На аэродроме все тихо. Я сам был на погрузке. Отправляем ночью в три. Отправляем ночью в три. Куда собрался? Не твое дело. Серега? А? Где он? Ну, отдай он. Я тебе сто раз сказал. Не суси ты в это дело. Сами мы его возьмем. Придурок, посадят ведь. Сережа. Ну, как ты не поймешь. Я его должен взять. Да, Беркутов — это диагноз. Ладно. Через час мы его берем в загородном доме. А, я тебе ничего не говорил. Придурок. 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 Продолжение следует... 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 Ну как, по рукам?